Это преимущество принятия этого задания сейчас. Если вы не служите Богу сейчас, то не стоит думать, что вы будете с Ним в вечности. Если мы не доверяем Ему в том, что Он может сделать нашу жизнь лучше уже сейчас, если вы думаете, что ваша жизнь будет лучше без Его вмешательства, без Его принципов и ценностей, без подчинения Его господству, почему вы думаете, что вечность с Ним будет лучше? Рад снова быть с вами. Наша сегодняшняя тема называется «Стойкая вера». Мы будем говорить о ней под особым углом, как верить, находясь в тылу врага. Думаю, что сравнение с войной стало слишком заезженным. Его используют в спорте и даже в вере, но я верю, что в мире действительно разворачивается конфликт. Думаю, наш мир изменился с приходом вируса из Ухани, а он изменил нашу привычную жизнь. Когда-то у нас были одни нормы, но какими они будут в будущем, зависит только от нас с вами. Не хочу взваливать эту миссию на политиков или на ученых, а хочу показать вам библейский взгляд на правление от Святого Духа и от Господа Иисуса Христа в определении того, что будет нормальным в моем будущем. Это непростое время, вокруг нас много трудностей, но Иисус не отрекся от Своего престола и не забрал у нас Духа Своего Святого. Так что приятного вам просмотра. Я начал короткую серию о стойкой вере. Стойкая вера, не злая вера и даже не агрессивная, но решительная, уверенная и напористая. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что значит быть последователем Христа в тылу врага, потому что многое зависит от того, как вы воспринимаете все вокруг своей жизни. Я объездил много стран и знаю, что есть места, где имя Иисуса не приветствуется в общественных местах, и это сказывается на вашем поведении. Когда я впервые служил в Иерусалиме, мне было сложно говорить об Иисусе. Я был там много раз и понимаю, что они там противятся этому имени. Нам нужно понимать свои условия. Нас заставили верить, что Иисус из Назарета был пацифистом. Такой себе неохотный мессия, боязливый и избегающий каких-либо конфликтов или даже громких заявлений. Да, Иисус действительно учит своих учеников подставлять другую щеку или проходить лишнюю милю. Но мне кажется, его больше характеризуют конфликты с религиозными лидерами, требующими святости от людей. А еще он выступал против нечистых духов с властью невидимого царства. Будьте уверены в том, что Иисус не избегал зла. Он посвятил свою жизнь полной победе над злом. Он принес себя в жертву, чтобы раз и навсегда одержать победу для всех людей. И наше задание, как последователи Христа, провозглашать эту благую весть всему миру. Он дал нам задание, наделил нас Святым Духом и пообещал никогда не оставлять нас. Учитывая все это, привет, 22-й год. А вы умеете быстро слушать? Умеете. Так вот, хочу сказать вам, что мы с вами на задании. Предположим, что у вас деловое задание, для которого нужно отправиться в другую страну. Когда вы приезжаете туда, там другой язык. Там другая валюта. Другие обычаи. Другая еда. И вы поймете, что вы уже не в Канзасе. А если мы граждане Царства Божьего, то нам также нужно осознать, что мы на задании в местности с другими правилами. И мы имеем привилегию быть представителями Царства, которому мы принадлежим. Царство Всемогущего Бога. Иисус пришел провозгласить, что Царство Божие уже близко. А после своего воскресения, он провел 40 дней с учениками, общаясь с ними о Царстве. Они спрашивали его, «Ты планируешь восстановить Царство сейчас?» Мы с вами на задании от Царства. Иисус молится перед началом своих страданий в Евангелии от Иоанна, 17 главе. «Как ты послал меня в этот мир, так и я послал их в мир». Иоанн использует слово «мир», имея в виду не материю, существующую в пространстве, а нынешний мировой порядок, система, действующая в этом мире. Сатана назван князем, господствующим в воздухе, правителем Царства Тьмы. Он имеет духовную власть в этом мире, в этом мировом порядке. Но этому мировому порядку придет конец, он временный. Речь не об этой планете, потому что Иисус будет царствовать на планете Земля, как царь всех царей и Господь всех господ. Он возвращается. Это место было его идеей, и он не отдаст его нашей бунтующей, падшей природе или власти сатаны. В этом суть искупительной работы креста. Но между тем, где мы сейчас, и тем моментом, когда Иисус вернется, чтобы править на земле, он послал своих людей, свою церковь в этот мир, с посланием и заданием. Итак, Евангелие от Иоанна 20, глава 21 стих. Это день воскресения. Иисус впервые встречается со своими учениками после воскресения. И он говорит, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Такое ощущение, что он не мог дождаться, чтобы послать их. Я прибыл с заданием, а теперь я передаю его вам. И это задание не просто попасть на небо. Это преимущество принятия этого задания сейчас. Если вы не служите Богу сейчас, то не стоит думать, что вы будете с Ним в вечности, если мы не доверяем Ему в том, что Он может сделать нашу жизнь, но лучше уже сейчас. Если вы думаете, что ваша жизнь будет лучше без Его вмешательства, без Его принципов и ценностей, без подчинения Его господству? Так почему вы думаете, что вечность с Ним будет лучше? Вы понимаете, что это как-то нелогично? Я понимаю, что многие из нас настоящие бунтари. Так уж мы устроены, и нам нужно учиться подчиняться Богу. Но зрелый христианин выбирает подчиняться Богу сейчас, потому что Он хочет провести с Ним всю вечность. Иисус сказал, «Я посылаю вас, как и я был послан». Давайте еще побудем в Евангелии от Иоанна. Теперь уже 15 глава. Иисус обращается к Своим ученикам. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Опять же, речь не об этой планете, а о мировом порядке, о системах и ценностях. Мы должны быть другими. Мы должны отличаться не своей одеждой или пищей, а своим характером. Верностью царствуй другими ценностями. «Я избрал вас от мира, потому и ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам? «Раб не больше Господина Своего». «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Вот она, стойкая вера. Понятнее уже просто некуда». Он сказал, «Это будет непросто. Они ненавидят меня и будут ненавидеть вас. Но вы держитесь». Нынешний мировой порядок и Царство Божие – это две разные реальности. Этот мировой порядок временный. Его дни сочтены, как и дни вашего земного костюма. Если вы еще не знали этого о своем теле, то подождите немного, и оно само ведет вас в курс дела. Нынешний мировой порядок временный, а Царство Божие – вечно. Но сейчас они со-существуют. Это со-существующие реальности, но неравные. Они конфликтуют между собой. А мы с вами живем в самой гуще этого. Но я знаю, что есть целый сегмент тела Христа, который не любит думать об этом. Я не хочу говорить об этом. Я хочу просто попасть на небо, а все остальное меня не беспокоит. Друзья, такая намеренная наивность разрушительна, и мне кажется, что из-за нее вы можете лишиться царства. Если бы вы так не относились к своему телу, то точно лишились бы своего здоровья. Да, я понимаю, что питание – это очень важно. Да, спорт нужен. Я все это понимаю, но я не хочу думать об этом. Такое отношение было бы разрушительным для вашего благосостояния. А такое отношение к духовным вопросам также разрушительно, и оно меня беспокоит. Я понимаю, что тут о многом можно говорить, но нужно не забывать, что в мире идет конфликт, и вам лучше бы понимать, как себя вести. Евангелие от Матфея, пятая глава, это Нагорная проповедь Иисуса. О заповедях блаженства поговорим попозже, но сейчас не об этом. Блаженно изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Ну а теперь переверните страницу. Из этих слов Иисуса следует... Переворачивайте, не ленитесь. Итак, следует определенный вывод, а именно, в этом мировом порядке будут гонения за правильное положение перед Богом. Вот что значит слово «праведность». Если вы выбираете праведность, то вы столкнетесь с сопротивлением. Мы были весьма привилегированной группой в этой стране, не из-за цвета кожи, а из-за превалирующего христианского мировоззрения. И сопротивление нашей вере было минимальным. Если вы верили в библейское представление о браке или о семье, или о сексуальности, то вы не сталкивались с гонениями. Если вы верили, что Иисус, Сын Божий, это не уменьшало ваших шансов на рынке. Но так было не во всем мире. Есть много стран, которые из-за такого рода взгляды поместили бы вас в очень унизительное положение. Гонение за праведность перед Богом. И в нашем мире идет сражение за то, какое мировоззрение одержит верх. Люди начали уходить, выдало поклонство. И теперь каждый человек сам себе закон. Вы понимаете, о чем я? Поэтому мне не нужно расписывать вам все эти детали. Вы видите это каждый день, и не только в новостях, но и в сфере развлечений. Вы видите это повсюду. И если вам хватает смелости говорить в общественных местах, то вы последователь Христа, и вы придерживаетесь тех взглядов, которые совпадают с библейским мировоззрением. И вы сталкиваетесь с сопротивлением, к которому мы не привыкли. Это и есть стойкая вера. Пора нам признать мир, в котором мы живем, и приступить к плану Царства Божьего. Мы слишком долго жили беспечно. Посмотрите на послание к Ефесину. Павел пишет в церкви, «Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат, или другую нечистоту, или жадность. Кто бы мог подумать, что жадность стоит в одном наборе с развратом? Мы чествуем жадность». «О, нет, так было раньше». Это не подобает святому Божьему человеку. Ладно, проехали. «В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовнили грязных шуток. Лучше благодарите Бога. Знаете, что ни один человек...» Вот это уже доводы. «Знаете, что ни один человек, ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный, а это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследство в Царстве Христа и Бога. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий. Не имейте ничего общего с такими людьми». Все просто и ясно. Тут не сказано, что мы не должны идти в мир или не общаться с людьми, не знающими Богом. Думаю, мы должны это делать. Я не хочу лишать себя этого. Я не хочу злиться или осуждать, или критиковать, но при этом я не хочу и перенимать их поведение. А вы хотите быть другими? Вы готовы вознести свой голос? Мотивация весьма ясна. Тут сказано, что никакой аморальный или жадный человек не получит наследство в Царстве. Не знаю, как вы, но я выбираю наследство в Царстве, а не какие-либо преимущества в этом временном мире. В этом и есть трудности нашей веры. Потому что, хотя мы и живем в этом мире, мы погружены в этот мировой порядок, но мы также знаем об ожидающем нас великом и вечном Царстве. Поэтому мы не должны капитулировать перед какими-то временными наградами. Мы должны придерживаться тех ценностей, за которые нас ждут награды вечные. Если вы царь этого мирового порядка, то ваше правление придет к концу. Ваши награды и преимущества Царства Божьего напротив вечны. Тут даже нечего и сравнивать. Итак, кому мы будем служить? Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих, говорит «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть в этом мире, желание плоти, желание глаз и житейская гордость. Не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. Прочитаю вам еще один отрывок, чтобы у вас была полная картина. Иисус сказал нам, если мы решим исполнять волю Бога, то нас ждут гонения. Если это будут не гонения из этого мира, то это будут гонения от сил тьмы, действующих в этом мире. Потому что вы отделили себя от Царства этого мира. Но большая часть церкви в Америке не желает говорить об этом. Их интересует только их билет на небо. Я хочу, чтобы мы все попали в Царство Божие, но я так же хочу, чтобы мы были успешными, и пока мы здесь на задании. Иисус очень ясно сказал, «Я посылаю вас». Он посылает нас на ту же работу, что делал Он. Он пришел в Вифлеем не потому, что хотел организовать пикник. Он отложил в сторону привилегии и престиж, почтение и власть, чтобы сделать себя уязвимым. В послании к филиппийцам сказано, что Он смирил Себя, Он не держался за равенство с Богом и сделал Себя таким же, как Его творение. Он стал слугой даже до смерти на кресте. А мы готовы подчинить свою волю воле Божией? Или же мы требуем, чтобы Бог исполнил нашу волю? Слишком часто современные христиане говорят, «Господь, ты должен прислушаться к моей воле». Я думаю, что нам было бы лучше, если бы мы говорили, «Боже, как я могу подчиниться Твоей воле?» Да, это непросто. Стойкая вера. Я приглашаю вас во что-то большее, чем костюмированный бал в церкви. Я приглашаю вас во что-то большее, чем посещение общественных мероприятий, так, чтобы не опозориться. Я был на различных религиозных собраниях. Я был в синагоге в Израиле. Я не знал порядок служения. Я не знал, когда стоять и когда сидеть. Отдельные части собрания были на не очень знакомом мне языке. Я улавливал только каждое третье слово. С таким пониманием можно создать себе много проблем. И для меня победой в той ситуации было не оскорбить тех, кто меня пригласил. Я не шел туда за изменениями. Я не питал иллюзий, что смогу там поклониться. Я был максимально сконцентрирован на том, чтобы высадить все собрание и никого не обидеть. Это было для меня главной целью. И в начале Нового года я хочу задать вам вопрос. Кто из вас хочет сказать, что в 2022 году вы хотите иметь стойкую веру? Да, но мне нужна помощь. Хорошо, тогда я хочу помолиться именно за вас. Пожалуйста, встаньте. Если вы сейчас дома, то тоже можете встать вместе с нами, отложиться кофе в сторонку, поднимайтесь. Нам выпала огромная честь представлять Царство Божие. Я думаю, что мы можем увидеть собрания людей со всей нашей страны и со всего мира, которые будут как никогда посвящены целям Царства Божьего. Я вижу причины для волнений из-за экономической ситуации, цензуры и пропаганды, а также падения правды. Я все это вижу, но при этом я вижу, что Дух Святой не перестал двигаться и прикасаться к сердцам людей. Я хотел бы быть в этой группе. Я призываю вас в следующие несколько недель сделать нечто большее, чем просто читать Библию. Да, я пытаюсь поднять планку. Мы не можем ничего заработать у Бога, но я хочу быть той группой людей. И я планирую кое-что изменить в себе и приглашаю вас присоединиться ко мне в этом, ведь Бог движется. Не смотрите на тьму. Обратите свое сердце к Богу и скажите, «Господь, я хочу почтить Тебя, почитать Твое Царство». Пусть это проявится на моей работе, в моем квартале, в командах моих детей. Раньше я хотел научить их, как играть в мяч, а теперь я хочу научить их всему о Царстве Божьем. Не обязательно выбирать либо одно, либо другое, но мы игнорировали большую часть всего этого. Бог проведет нас, Он может потрясти системы этого мира, пока они не начнут рушиться. Но при этом Бог сделает так, что вы будете стоять, но может быть слишком поздно, чтобы разбираться, как это сделать. Стойкая вера, незрелая, сердитая, критикующая, обвиняющая, а стойкая вера. Отец, спасибо за Твое Слово, за Его истину, силу и власть. Спасибо Тебе за этих людей, которые решили войти в этот год с новым отношением и новой последовательностью наших шагов. Помоги нам, Господи, в этом. Мы слабые, немощные и непостоянные. Но в Тебе мы больше, чем победители. И Твой Дух внутри нас помогает нам. Дух Святой, помогай нам. Давай нам откровение об Иисусе, которое будет реальнее, чем наше понимание этого мира. Дай нам осознание Его вечного царства, Его силы и власти, Его значения для нас. Прости нас за то, что мы возлюбили этот мир. Мы отдали Ему наши сердца и души. Мы стремились за вещами этого мира. Мы отставляем все это в сторону и отдаем наши сердца, души и наше внимание Тебе. Спасибо за то, что Ты будешь делать в нас. Спасибо за то, что мы можем участвовать в удивительном движении Духа Божьего. Мы славим Тебя за все, что Ты будешь делать. Защити нас. Господь, защити нас от Твоих врагов и дай нам мудрости, способность различать силу и все необходимые ресурсы. Дай нам все, что нам нужно, чтобы Ты был нами доволен. И мы благодарим Тебя за победу в Тебе. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В книге «Деяния» в первой главе Иисус вознесся на небеса. Церковь стала расширяться. Теперь ученики продолжали служение Иисуса самостоятельно. Буквально через две главы мы снова встречаем Иисуса. По дороге в Дамаск он явился с Авлу и Старсом. Тогда он был озлобленным, жестоким фарисеем, который ненавидел последователей Иисуса. Так Савл и Старса стал апостолом Павлом, одним из наших героев. Я надеюсь, что вы с ним дружите. Мы часто читаем его послания. Павел распространял Евангелие в очень непростое время. Было много политического давления, путаницы, ересей. Распространение Евангелия не давалось быстро и легко. Но Павел был готов заплатить свою цену. Его послания к церкви являются мощной поддержкой для церкви в наши времена. Мы приготовили инструмент, который поможет вам в Новом году. Это ежедневное изучение, составленное из отрывков посланий апостола Павла к церквям. Книга выполнена в формате ежедневных заметок. Мы сможем размышлять над посланием Павла каждый день. Святой Дух обязательно будет действовать в вашей жизни. Пусть Слово Божие будет вашим хлебом насущным. Сегодня, как никогда, мы особенно нуждаемся в силе от Бога. Даже если я, рожденный свыше христианин, и переживал встречи с Богом в прошлом году, этого недостаточно. Ищите Бога сегодня, на этой неделе, а в этом месяце, сейчас. Я верю, что эта книга станет мощным инструментом, который поможет вам расти в вере. Откройте свое сердце. Скажите Господу, «Я хочу следовать за Тобой». Мы новое воплощение Книги Деяния. Бог призвал нас быть светом и солью для нашего поколения. Наша новая книга «Уроки от Павла» может помочь вам в этом. Ежедневные изучения помогут вам применять истины от апостола Павла в ваших обстоятельствах. Они принесут ободрение и знания для того, чтобы мы всегда могли следовать за Господом, независимо от того, что ждет нас впереди. «Уроки от Павла» — это полноценная, качественная книга. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, разбор отрывка, молитву, место для заметок и дневника. Мы отправим вам книгу в благодарность за ваше пожертвование от 25 долларов. Когда мы встречаемся с трудностями, примем ли мы решение следовать за Богом? Давайте начнем смело стоять в вере вместе с уроками от Павла. Отправьте заявку и оформите заказ на книгу уже сегодня. Заходите на сайт и звоните по нашему телефону. Многие из вас лично посетили служение пастора Алина Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алина и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.